здравствуйте приветствую вас на канале европлант life и мы сегодня снова ботаническом саду и продолжаем разговор с ландшафтным дизайнером виктором тропченко большим специалистом по сухостою здравствуйте да витя мы сегодня вот забрались в гущу осенних растений у нас сейчас конец ноября все покрыло синим на улице минус 5 но мы по-прежнему видим какую-то красоту как нам кажется пусть это и красота увядания но тем не менее она имеет определенную эстетику который мы из последних сил продолжаем любоваться до в мрачный регион россии пришел солнце и мороз и сейчас наверное уже последние остатки того что еще может пытаться цвести кроме сухостоя здесь вот доцветают астры в ассортименте разные сорта разные виды и я думаю что мы их покажем чуть чуть крупнее позже и разумеется время перейти к тому что можно назвать зимней ботаникой засохшие остатки растений которые в общем-то в садоводстве популяризировал знаменитый голландский дизайнер вот пит удальф и здесь их довольно много здесь они довольно хорошо посажены и организованы и эта декоративность сохранится долго ровно до того момента пока здесь не ляжет наверное полуметровый слой снега понятно что в центре петербурга в ботаническом саду на петроградской стороне это случится позже чем в других местах ленинградской области и города но именно поэтому это как модельное место которое можно показать как это в принципе бывает когда у нас нет снега ведь ну слушай очень часто мы везде слышим о том что весь сухостой на зиму нужно срезать причем на определенную высоту и каждое какое-то растение мы это всем должны на зиму убирать чтобы она не поломалась не сломалась хорошо перезимовала а тут в принципе ну создается такое ощущение что как будто бы какой-то беспорядок никто не ухаживает это правильно это модно это нужно это полезно ли это для растений в принципе это просто другой взгляд поскольку красота в глазах смотрящего это всегда так и традиционный подход к саду это уборка всего и вся ни одного завятшего цветка ни одного засохшего листика у садоводов даже есть такой немножко ехидный термин на эту тему фотошопить сад потому что некоторые заказчики действительно раздражаются когда видят увядшие розы листики в пятнах и все подобное и действительно они могут заставлять вот ходить садовника но если они могут позволить себе конечно поставил услуги постоянно просто я просто встречи все да это традиционный подход садоводство это английский сад если угодно в широком смысле этого слова здесь же это современный подход к садоводству то есть понятно что он возник не в нашем климате где снега может быть и метр и полтора последние годы его все меньше конечно их можно срезать но вот представьте себе вот это вот все плоские пенечки плоские пенечки чисто аккуратно укрывным материалом не обязательно в могилке да да замульчирована засыпаны свежим компостом чисто красиво на и упакована в банке да потом говорят что нам очень нужны хвойные в саду потому что без них саду скучно и так вот смотрите здесь у нас различные объемы мы сейчас пройдем и покажем различные растения посаженные в массивы именно в том числе для того чтобы можно было видеть как они зимой лучше всего работает в массиве да да и без снега потому что конечно вся эта красота когда на нее налетит много бюджетный сад да это не совсем букетный сад это так называемая может быть новая волна может быть подобное направление сад многолетников в принципе они играют как злаки вот даже вот да это условные полевые я думаю что можно сказать что сад из полевых цветов более ярких менее ярких но таких которые отбирались селекция которых и отбор который для цветников шла на основе их природного облика то есть если мы возьмем пион до розу георгин там чем больше цветок тем лучше цвета должен быть большим и красным но то здесь наоборот отбор идет по общему габитуса растения потому как это растение развивается исходя из с момента прорастания побегов весной до увядания зимой до вот этой вот зимней ботаники и эта эстетика особенно когда все это покрывается и ним к сожалению у нас это бывает намного более короткий период времени чем скажем голландии или англии но у нас это тоже бывает но пока что да вот пожалуйста стоим в начале зимы практически да и вот тут цветут астры на улице минус 5 а мы видим цветущая у нас идет концерт расскажу вам каким растениям лучше всего работают вот в ноябре мы тут видимо скобиосу бузульник да и что-то похожее на зверобойный бас конник зверобой возможно я думаю что это один из виду зверобой но я точно сейчас не могу сказать какое уже по этому состоянию к сожалению это я думаю да это один из видов скобиозы если не ошибаюсь это головчатка гигантская но конечно точно сказать это можно будет весной не для головчатки она честно говоря немного маловато потому что даже в наших садах она достигает высоты два с половиной три метра она может быть выше маленького дерева у нее очень красивые кремовые корзинки мощный габитус прозрачная то есть одновременно мощный прозрачный габитус то есть она не создает слишком плотных зарослей она создает полупрозрачные кулисы но при этом два с половиной метра может быть даже три метра это достойно далее здесь на заднем плане один из видов бузульника у которого тоже совершенно замечательно стоят засохшие цветоносы с оплодиями и слушай мне очень интересно про хосты про хосты очень много говорят по поводу сосветий хост их же им дам постоянно пытаются срезать им даже вот в зачаточном состоянии хоста всегда рассматривается как декоративно-лиственное растение декоративно-лиственную с другой стороны многие виды хвостами это очень красивые цветы нежно-сиреневого цвета темно-фиолетового цвета белого цвета некоторые даже обладают ароматом и при том что они прекрасно себя чувствуют в тени и такие растения в теневом саду вполне себе способны вы украсить вот я смотрю они в принципе тоже образуют семенные коробочки да 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 эти объемы стоят да и в принципе тот же самый мак который многие любят за вот эти вот красивые мак физалис что очень хорошо смотрится зимой имеем на красивые семенные коробочки в принципе хвоста оказывается тоже их имеет и они вполне столь декоративно да она красиво цветет у нее красивые листья единственное что наверно для подобных цветников лучше использовать сорта и виды с неяркими листьями однотонными сизыми может быть желто-зелеными цвета шартреза но вряд ли пестролистные пестролистность она слишком насыщенная слишком яркой в общем то наверное слова агрессивная не будет сильным преувеличением вот кроме того в нашем климате у нас достаточно влажный климат у нас не очень жар климат хвоста может расти на солнце без особых промык принципе да и даже лучше цвести и здесь как раз в этом садике в этом уголке ботанического сада в этом небольшом садике где как раз представлены вот эти современные течения в ландшафтном дизайне здесь они сидят на достаточно солнечных местах но они в принципе не требуют никакого ухода то есть я сомневаюсь что мы их удобряют их рассаживают а ему не требуется никакого ухода идея в том что этот сад сад легкого ухода да и если уход который здесь по-настоящему может потребоваться особенно если это не подготовлено перед посадкой это прополка и конечно основной враг подобных цветников это корневищные сорняки сныть пырей осот вот это основной враг это конечно если он остается там эта проблема для них существенная мы тут перешли к другому объекту очень интересно я заметил что здесь растет лунник на самом деле в наших садах я его очень редко встречаю на совершенно очаровательное растение прекрасное мне кажется не только осенью но и зимой она будет выглядеть даже в снегу мне кажется что ли служить декоративно не знаю может видя нам сейчас чуть подробнее расскажет о том как его выращивать как за ним ухаживать какие виды бывают и ну что-то может быть какую-то информацию который будет нам полезно кроме зеленых листьев растений которые не зимуют есть еще один фактор который создает определенный зимний интерес и интерес поздней осени я думаю что отдельно этому нужно будет посвятить большой рассказ по поводу вот этого современных в стиле многолетников условно говоря новые волны голландской волны пита удальфа и многих многих других дизайнеров которые в этом стиле работает но здесь тоже такой момент вот смотрите растение уже под верхняя часть надземная часть растения уже погибло и здесь мы видим лишь перегородки семенных коробочек даже семян уже не на сыпают сюда семена осыпается и здесь мы видим коробочки которые в принципе работают как большой яркий объем вот если там этот массив опять же обратите внимание посадка массива это всегда эффект начнем если было бы натыкано что-то по одной штуке она растет достаточно плотным массивом и дает ощущение вот такого яркого светового пятна но видно даже с дорожки вдоль оранжереями у которых мы проходили среди монокарпиков растений цветущих один раз из даже пальмы которые могут расти 50-70 лет после этого цвести дать буйное цветение с огромным количеством цветов дать большой урожай плодов и погибнуть агава еще один пример монокарпика ну я думаю что конкретно эта посадка в саду растет здесь самосевом я не думаю ощущение что она здесь все-таки живет дольше потому что посмотри какие большие кусты да вот как-то за один год слишком много побегов давай подожди давай давай закончим со стильбами закончим с хостами и плавно перейдем к войне там я предлагаю сказать к войнам